Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла Кримлина на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 14 главу. «Немощного в вере принимайте без споров», — пишет апостол Павел, — «без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не осуждай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Иной отличает день от дня, другой судит о всяком неравном. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. Ибо никто из вас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господни. Я не случайно прочитал целых восемь стихов, для того, чтобы был понятен в некой мере контекст того, о чем здесь хочет сказать святый апостол Павел. Видите его рассуждение? Некоторые, читая эти тексты, думают, что пост отменен. На самом деле это не совсем так. Скорее апостол говорит о уверенности во всех делах. И самая главная мысль, которую он здесь подчеркивает, это не осуждение ближнего своего. По выражению блаженного Августина, когда мы осуждаем за то или иное действие ближнего, мы превышаем свои полномочия. Что это означает? Это означает, что суд Божий отдан в руки Божии. А когда мы осуждаем, мы ставим себя на место Бога. Кто хочет поставить себя на место Бога? Известное его имя Антихристос. То есть Антихрист. Тот, который хочет выдать себя вместо Бога и, как мы знаем об этом, что он придет перед вторым пришествием Христа. И будет манипулировать сознанием человеков, и многие, как сказано, прелестятся и уверуют в него. Поэтому, чтобы этот дух Антихриста не проник в наше мышление, в нашу душу, будем останавливать себя, когда стремимся осудить даже, казалось бы, за что-то такое правильное и праведное. Нет, одно дело пресечь грех человека и сказать с любовью брату или сестре, что лучше бы вот этого не делать. А другое дело удовлетворить свою амбицию и с презрением оскорбить человека по отношению к тому, что, ну вот, я тут этого не делаю, а ты этого делаешь. Скорее, это будет самовозвышением над человеком, нежели желанием его исправить. В этом, в общем-то, различие между осуждением и обличением. Помню, когда один из житейной литературы, один инок спросил, а что же и не обличать мне брата своего? Ведь апостол и говорит, а других обличайте. И тогда ему старец ответил так, что если ты действительно хочешь исправить брата твоего в каком-либо грехе, то подумай сначала, а зато готов ли ты за него жизнь положить. Если готов жизнь положить ради того, чтобы отстранить его от этого греха, то проверь себя. То, если имеешь дерзновение, пойди обличи. А если действительно ты видишь, что просто хочешь удовлетворить свою амбицию, а может быть и тщеславие, что ты уже чего-то там достиг такого мнимого, какой-то мнимой, конечно же, святости, то тогда уж лучше промолчать и помолиться за брата, чтобы Господь его выразумил. Но здесь речь идет, в общем-то, как мы видим, о пище. И апостол Павел направляет это послание к римлянам, как мы и говорили, где есть люди иудействующие. Иудеи были уверены, несмотря на то, что был действительно уже и Иерусалимский собор, где было определено о том, что пища не приближает человека к Богу и не удаляет. Об этом пишет апостол Павел и в посланиях к коринфянам. Но тем не менее иудеи все-таки придерживались закона Кашрута. И апостол Павел здесь говорит, что если он придержится закона Кашрута, но не сидит и не ест вместе с тобой свинину, ну пусть он не ест, ты не осуждай его. А ты имеешь веру, но если ты знаешь о том, что это может послужить преткновением брату, да, еще в своем неофитском состоянии находящегося, то воздержись, ну и поешь вместе с ним овощи, и поешь вместе с ним то, что он считает, что чисто и нечисто. То есть спустись, как пишет Блаженный Августин. Если ты уже видишь, что ты до седьмого неба вознесся в своем благочестии, то ради человека спустись до него, если это нет преступления в этом заповеди, а здесь преступления в заповеди нет, и сделай так, чтобы не дать ему преткновения. И Блаженный Августин, кстати, приводит очень хороший пример. Он говорит, что Христос ради тебя спустился в ад, чтобы тебя оттуда вытащить, да. А ты не хочешь ради брата, да, как-то уступить в каком-то своем высоком понимании того или другого вопроса. Поэтому так. «Ибо никто из вас не живет для себя», пишет апостол Павел. Видите, какой важный седьмой стих. Говорит, никто не живет для себя. Никто не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Поэтому видишь ли, что иудействующий соблюдает этот шаббат, ну пусть он соблюдает, ты не осуждай его. Помолись за него в домашней молитве. Или, да, имеется в виду, иудействующий тот православный человек, который только-только вышел из тогда Ветхозаветного иудаизма. Помолись за человека. Мы совершенно... Вот у нас есть такая тенденция, мы уже перестали как бы в некой мере верить даже в силу молитвы. Есть такое. Мы все хотим что-то делать, делать. Я помню, как мой духовник, царствий небесный, отец Владимир Коженков, он уже недалеко от Оптиной пустыни, он говорил так, «Андрей, ну что мы все делаем, делаем?» Потом я эти слова, кстати, прочитал у отца Яна Крестьянкина. Похоже такое уже выражение. Он говорит, что мы все делаем, делаем? Когда же мы молиться будем? Действительно, мы очень самонадеянны. И в этом вопросе тоже пишет апостол Павел. «Ибо Христос, далее продолжает, для того и умер, воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего?» То есть, почему апостол Павел говорит именно «владычествовать над мертвыми и над живыми?» Потому что, что значит мертвый для Бога? Мертвый человек для Бога, который еще пока не возродился в Боге. Но Христос за него уже умер, когда мы были еще грешниками. Вот что понимание мертвости в этом смысле слова. Потому что Бог за нас умер, когда мы были еще грешниками. Поэтому апостол Павел здесь на это указывает. Что ты осуждаешь? Бог за этого человека умер, которого ты осудил. И продолжает. «А ты кто осуждающий брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстаем на суд Христов». Напоминает нам о суде Христовом. Ибо написано. «Живу я, — говорит Господь, — предо мной преклонится всякое колено, и всяк язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Действительно, эти слова, они призывают к другому действию. Хочешь — наблюдайте. Наблюдай за собой. «Не давай преткновения брату твоему и слабых в вере», как он пишет апостол Павел и начинает это послание, принимайте без споров. Но здесь такое предупреждение. «Следует остерегаться, как бы нам не жить для себя, принимая пищу, и не умирать для людей, постясь». Очень хорошее замечание делает святитель Лен Златоуст. Помните, вот то, что мы сейчас прочитали. «Следует остерегаться, как бы нам не жить для себя, принимая пищу, и не умирать для людей, постясь». Вот вторая половина этих слов очень интересна. «Как бы нам, пишет, не умирать для людей, постясь». То есть, иногда для нас все люди становятся мертвыми, потому что мы соблюдаем посты. Но это ненормальное состояние для христианского мышления, да и вообще для христианского образа жизни. Мы постимся ради чего? Ради того, чтобы служить людям. А иногда у нас бывает такой пост, что мы, ты знаешь, во время поста презирать людей. Кому такой пост нужен? Странное какое-то состояние. И что это такое? Апостол Павел, об этом помните, пишет. Вернее, пророк Исаия об этом пишет в 53 главе. «Вот пост, который я избрал. Там люди выпражают». Прочитайте 53 главу. «Люди выпражают, почему мы постимся, а ты не видишь. Смиряем душу свою, а ты не слышишь». И Господь ему отвечает. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Вы не поститесь так, чтобы голос у вас был услышан на высоте. Вы поститесь для ссор и распри. Такого ли пост, пишет дальше пророк Исаия, который я избрал? И дальше говорит. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо. И тогда увидишь славу Господне. И правда Господне, говорит, будет сопровождать тебя. И тогда ты воззовешь, и там, он говорит, еще голодного возведи в дом, и единокровно твоего не укрывайся. И правда Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышишь. Воззовешь к нему, и он скажет тебе, вот я. И говорит, когда? Когда ты, говорит, расторгнешь всякое ермо, и заметьте, как звучит, и перестанешь говорить оскорбительное. Перестанешь говорить оскорбительное. Вот святитель так и пишет. И не умирать для людей, постясь. Живем ли и умираем, действительно всегда Господне. Не губи, говорит апостол Павел в 15 стихе, если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Например, Василий Великий пишет, святитель, цитата. Христианин должен проявлять всякое уважение к тому, кто огорчается из-за него. По крайней мере, насколько это в силах. Конец цитаты. Видите? То есть, если ты нанес человеку какое-то огорчение, то прояви о нем теперь заботу. То есть уврачу эту рану, как пишет святитель Василий Великий. Потому как иногда бывает, что не зная, например, чего-то, мы сделали какие-то уже поступки, и поэтому святитель здесь предупреждает. Но если уже это было сделано, теперь уврачу это. Насколько, говорит, настолько хотя бы, насколько это возможно. Если кому-то нанес огорчение. И тогда это будет подражание Христу. Ведь ранами его мы исцелились. «Да не хулиться, ваше доброе!» 16 стих. «Да не хулиться, ваше доброе!» И вот по этому поводу такой краткий стих. Но на него нужно дать чуть пространное обоснование. Что имеет в виду здесь апостол, святитель, опять же, Амбрусим Диаланский пишет? Цитата. «Я спрашиваю, каким образом может хулиться наше доброе?» Доброе — это духовное понимание закона и избегания словно нечистой и скверной пищи, нечестивых и вздорных учений еретиков и лжефилософов. Вот что устанавливается духовным законом. Но если кто-нибудь, например, из иудеев или из тех, кто называется инкри-титами, это такая малогересь, уверует во Христа, он может, тем не менее, думать, что немаловажно соблюдать воздержание или избегать пищи, которая запрещает закон или которую многие, ссылаясь на авторитет Писания, считают нечистой. «Если такого человека ты не принуждаешь к обычной пище и говоришь ему, что он не может спастись или прийти к благодати веры Христовой, иначе, кроме как принимая отвергаемое им, тогда то доброе, что есть в духовном законе, хулиться». А далее смотрите, как продолжает. «Ибо тот, кого таким образом принуждают, начинает думать, что будто наша вера такова, что мы считаем спасенным лишь вкушающего свиное мясо или какую-либо иную пищу, которая в действительности является обычной и безразличной для спасения». Конец цитаты. Действительно. Действительно так. Тогда добрая хулиться. Почему? Вот стих стоит таким отдельным, его и так и выделили. 16 стихом. «Да не хулиться ваша добрая». Потому что, чтобы люди не подумали. Ведь у людей, вот сколько я встречаюсь у людей около церковных, то есть крещённых, но не выцерковлённых. Как какой-нибудь вопрос заходит, сразу вопрос, а свечи куда поставить? А это что сделать? А что можно, что нельзя? А что нельзя? А что есть, что не есть? Как будто наша вера, это куда свечки ставить, что есть, что не есть? Или во что одеться, или во что обуться? По-моему, Христос говорил об этом, что этого ищут всего язычники. Во что нам одеваться? Во что обуться? Не заботитесь о том, что вам есть и что вам пить? Во время поста только заботимся о том, что есть и что пить. Остановиться надо, чтобы люди не подумали Что наше вероисповедание Это что есть, что пить, что обутать, во что одеться То и этим мы отличаемся от другого мира Нужен ли пост? Конечно Но не для того, чтобы осуждать других И явить себя Здесь мы можем впасть в другой грех В дрех тщеславия Вот я не ем, а они все лопают Вот какой я хороший и святой Уже на крыльях А здесь говорится о том, что Этим самым хулиться наши добрые Нужно быть очень внимательными По отношению к себе и к людям Ибо царствие Божие Здесь заключает апостол Павел Царствие Божие не пища и питье Но праведность И мир, и радость во Святом Духе Вот чего надо искать И поэтому эти условия, которые есть Пост, молитва, это лишь условия, чтобы найти что? Мир, радость в Святом Духе Кто всем служит Христу Тот угоден Богу И достоин одобрения от людей Итак, будем искать того Что служит к миру И к взаимному назиданию Ради пищи не разрушая дело Божие Все чисто Но худый человек, который ест На соблазн Действительно, если человек Понимает, что вот этого нельзя И против своей совести так поступает И употребляет в пищу То, что знает, что нельзя И к этому его принудили А он еще пока внутренне к этому не готов Это будет для него соблазном Лучше не есть мясо и не пить вина И не делать ничего такого От чего брат твой притыкается Или соблазняется Или изнемогает Видите, опять апостол Павел говорит О том, чтобы не делать преткновения Ты имеешь веру Име ее сам в себе перед Богом Блажен, кто не осуждает себя В том, что избирает А сомневающийся, если ест, осуждается Потому что не по вере А все, что не по вере, грех Все, что не по вере, грех Так пишет апостол Павел Василий Великий Опять же дает здесь Такое истолкование Святитель Если все, что не по вере, грех Как говорит апостол Вера же Отслышание, отслышание От Слова Божия То все, что не по Подухновенному Писанию Богодухновенному Писанию Не по вере И потому это грех Конец статии Вот еще, пожалуй, два слова Блаженный Ироним Цитата Если кто-нибудь станет судить о другом Скажет Если он ел Он поистине осужден То он не имеет веры И осуждается Потому что не по вере Ибо не по вере Если ты осуждаешь другого Из-за того, что ты постишься А он ест Конец статии Это уже не по вере Потому что почему? Потому что Слово Божие Говорит нам о том Тот, кто ест Не осуждает того, кто не ест И тот, кто не ест Не осуждает того, кто ест И далее 24 стих Могущему же утвердить вас По благоествованию моему И проповеди Иисуса Христа По откровению тайны О которой От вечных времен Было умолчено Но которая ныне явлена И через Писание пророчески По повелению вечного Бога Возвещена всем народам Для покорения их веры Единому премудрому Богу Через Иисуса Христа Слава вовеки Аминь Так пишет апостол Павел Заключая эту главу Он говорит о том Что раньше вам не было ведомо То, что пока еще Было в пророках То, что пока еще не было И не были научены Народы Духом Святым Через апостолов И через свою церковь И, конечно же, через Господа и Спасителя Нашего Иисуса Христа То теперь Все это явилось И теперь То, что было тогда Как бы не совсем до конца понятно Теперь все ясно Для нас остается только одно Уделять в своей жизни Вопросам вечности Больше времени Больше времени И тогда И тогда Через осмысление И практики Исповедание своей веры То есть вера делами Достигнет совершенства Мы сможем Воскликнуть Вместе С апостолом Павлом И прославить Бога За Его Премудрость Данную нам Во спасение Как и пишет Апостол Единому Премудрому Богу Через Иисуса Христа Слава Во веки Аминь Аминь